В Европе верят в реалистичность минских договоренностей по Украине и готовы приложить усилия для их реализации, считает глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал после встречи с координатором немецкого правительства по сотрудничеству с Россией Гернетом Эрлером. Судя по разговору, в Германии искренне верят в минский процесс, в то, что его результатом может и должно стать всеобъемлющее урегулирование. Согласились в том, что этот трек не имеет альтернатив и что он по-прежнему реалистичен, тем более на фоне нынешнего затишья на фронтах, конечно, при условии приложения соответствующих усилий со стороны как Германии и Евросоюза в целом, так и России, написал Косачев в Facebook. По словам сенатора, складывается впечатление, что Европа в лице ее здравомыслящих политиков готова приложить эти усилия, в том числе оказывая влияние на Киев, но опасается срыва урегулирования по неким принципиальным или кажущимся таковыми моментам. В частности, из-за несогласования дат выборов в ЛНР и ДНР с украинскими властями или несоответствия этих процедур украинским законам, написал сенатор. Косачев добавил, что именно Киев с его вольными трактовками тех же минских соглашений не дает взглянуть на перспективу их реализации абсолютно оптимистично. И потому отнюдь не даты выборов выглядят решающими, а именно нежелание руководства Украины вести диалог с собеседниками в Донецке и Луганске и видеть в них партнера по переговорам, убежден российский парламентарий. Вместе с тем Косачев отметил конструктивный настрой германского политика. «Точки соприкосновения у нас точно имеются. Главная такая точка – обоюдное отрицание кровопролития на Донбассе как инструмента в решении проблемы». Эрлер называл прекращение перестрелок абсолютно приоритетной целью, достижению которой сейчас не должны мешать никакие разногласия по другим вопросам, написал сенатор. Редактор субтитров А.Семкин